Доброго здоровья! Это ответы на очередные вопросы. А я хочу описать коротко свой сон, сегодняшний. Сомневалась писать или не писать, в нём ничего особенного, но для тех, кто ещё делит мир на тёмное и светлое, может быть, будет интересно. Пришёл в моём сне сегодня к моему отцу некто. Этот некто, кажется, человек, но голый и покрытый редкими корявыми волосами. Мужчина. Лицо было вроде бы человечье, но отвратительно неправильный маленький рот с губами-ниточками, несуразный нос. Глаза невозможно смотреть. Кажется, мелкие, волчьи и с неимоверной психической силой. Я не стал осмотреть. Конечности верхний человек, нижний волк. Такая ассоциация. Он зашёл и представился. Мне мозг до сих пор выдаёт... фразу в кавычках. Тёмный демон. Но он сказал, ангел. То ли низший, то ли нижний. Откуда-то оттуда. Слово это не могу передать. Был образ. Сказал, зачем пришёл. Тоже мысленно. Починить дверь. Заменить её на новую, прочную. Сделать должен мужчина, мой отец. И сразу предупредил, что пока он находится с нами рядом, для нашей собственной целостности. Сначала я написал о безопасности, но это не совсем передаёт смысл. Нельзя делать каких-то определённых действий. Чего именно, не помню. Возможно, одно из этих условий не смотреть ему в глаза, не бояться. И вот началась починка. Просто в воздухе ставилась дверь. Появилась такая красота. Такая конструкция. Нижний ангел сказал мысленно. Помочь. Он не может сам. Но может поспособствовать этому. Он встал на колени, обхватил их, согнулся. Нужно было при необходимости встать ему на спину и вставить эту дверь в пазы. Эти термины вообще не существуют, не соответствуют увиденному мной. Вот спину-то я рассмотрела. Это что-то совершенно отличное от человеческой спины и спины привычных нам животных. Бесформенное, искривлённое нечто. А вместо лопаток странные образования, выпуклые. Может быть, крылья? Это как натянули на спину летучие мыши колготки, покрытые шерстью. Больше я ничего не помню. Просто поразило то, что мозг выдаёт определение как тёмный демон. Сердце испытывает при этом спокойствие. Он представился как ангел низший, но предупредил, что взаимодействие с ним чревато для нас. и воспринималось не как угроза, а просто как техника безопасности и забота. Это я вам зачитал для того, чтобы вы понимали, что ангелы бывают очень разные и не одинаковые, как и описываются в некоторых религиозных книгах или духовных учениях даже новых. Вам могут помогать очень разные сущности и существа и быть в вас влюблёнными и быть вам преданными и родными. Я говорю даже о тех, кого называют святых, святыми. И, кстати, у святых есть существа, у просветлённых, у вознесённых, то есть у всех из нас, даже у святых, есть разные существа, которые нас сопровождают, нам помогают в очень разных наших функциях. И некоторые из них выглядят очень странно, очень непохожи. Для некоторых это кажется даже странным, ужасным. они могут быть похожими на животных, на хищников, даже на демонов или тех, кого изображают как демоны, как черти, как дьяволы. Но все эти формы очень условно назвали такими тёмными ярлыками, как дьявол, сатана, черти. Это просто иные формы жизни. Но некоторые из нас предпочитают сваливать всю ответственность за всё нехорошее на них. Это детский подход искать в чём-то плохое, в чём-то хорошее. Ну ладно. У этих детей ещё свои школы. И как раз так, здесь может быть есть вопросы. Взаимодействие с ним чревато для нас и воспринималось не как угроза. Ангел низший? Вот вопрос. Он хотел передать, что он не из высокого измерения, а из очень близкого к вам. Он как раз защищает вас, помогает вам. Он является вашим тылом, защитником в нижнем измерении, в том измерении, в котором у вас в том числе есть своё тело. то есть мы же наши тела находятся в очень разных измерениях. И естественно в нижних измерениях не могут находиться существа высших измерений, светящиеся. Там как раз и находятся те наши помощники, которые и выглядят соответственно тому измерению и тем сущностям, которые там обитают. Просто они больше любят нас и стараются быть нам полезными, чем-то с нами обмениваются. Это может быть очень разное чем. И ангел низший, нижний. Можно так назвать. Нижний ангел. А какие ещё бывают ангелы? Хотя я думаю ярлыки вы сами им подберёте. Да, бывают ангелы так выглядящие, что некоторые суеверные люди могут пугаться и вешать на них ярлыки демонов. Ну что ж, простейшие сознания так и делают. Ищут хорошее и плохое. Вешают свои суждения на других пытаются изгнать, прогнать их или сбежать заблокироваться. Что у них и получается с помощью экстрасенса, с помощью психологов, с помощью разных людей, которые занимаются с помощью даже экзорцистов пытаются самоизолироваться, закрыться, заузить свою вселенную так, чтобы поставить вокруг себя щиты и сузить свое мировосприятие, свой мир, сделав его мирком. Да, когда вы от кого-то, когда вы кому-то относитесь с агрессией или закрываетесь от него, вы на целую вселенную этого существа уменьшаете свою вселенную, понимаете? Ну что ж, каждый человек здесь ставит свои ограничения на кого-то, на что-то, на существ, на людей других. Вообще-то это с одной стороны тоже нормально. Нижний ангел. И такие существа могут нам помогать и по хозяйству. Некоторые из таких существ называют домовыми. Домовые бывают, кстати, домовые раньше думали, что они живут только в деревянных домах, а сейчас мы в большинстве своем живем в квартирах. Может быть, их назвать уже квартирниками, хотя может быть уже название и придумано. Да, в квартирах есть тоже домовые и свои помощники, свои хотя я домовых видео уже снимал. Здесь, наверное, можно завершить это видео. Я в нем приоткрыл с помощью другого человека какие бывают ангелы, которыми они представляются. слово ангел применяется как в переводе, что он на вашей стороне, он ваш, он не против вас. Это как попытка его сказать, что я друг, я тебе служу, я тебе помогаю, не заблокировывайся от меня, пожалуйста. Вот, это их просьба, это их предложение не ограничивать себя в отношении его, потому что попытка изгнать его может получиться, а может быть нет, чтобы было бы даже хуже, скорее всего, если это получилось. Рано или поздно все наши существа, произошедшие от нас, вернутся к нам, поэтому не от кого избавляться, некого выгонять, можно все трансформировать, преобразовывать и наделять всему значение, наделять, создавать обмены со всеми, то есть все пригодятся для всех, если подходить к этому с умом. Я думаю здесь завершить видео, потому что применение всем можно найти, кто возле вас, если кто-то тянется к вам, то можно ему назначить или спросить его, что ты можешь делать, чтобы мне было полезно и что я для тебя могу сделать. Если вы друг другу пригождаетесь, то оставлять всех около себя, всех тех, с кем есть хороший обмен. Ладно, это видео завершаем. Если у вас есть вопросы по этому видео или любым другим или своей истории, вы можете их описывать у меня на стене ВКонтакте под свежим видео. При большом количестве голосов я могу получить вдохновение ответить на ваши вопросы. На этом все, пока, до следующих встреч.